Их менталитет, вот менталитет этой власти, как я его понимаю, может я ошибаюсь, естественно, это менталитет захватчик, пахана, оккупанта. Я думаю, что они с самого начала не чувствовали себя ничем связанными, никакими законами, никакими нормами морали, которые существуют для других людей. Масштаб насилия в единицу времени растет, видно же, что растет, понимаете? Прямо буквально там Егор Жуков и Навальный отделены несколькими днями, да? Вы смотрите «Реальный разговор» на телеканале «Настоящее время». Сегодня у нас в гостях политолог и психолог Леонид Гузман. Не случайно заговорил о вас, как о психологе, потому что наш разговор, в общем, будет носить такой, скорее, психологический оттенок. Если рассуждать о ситуации вокруг Алексея Навального, о ситуации с его отравлением, то возникает ощущение, что власть утрачивает монополию на насилие. Вы знаете, мне кажется, что власть, во-первых, давно потеряла монополию на насилие. Даже потеряла? Потеряла, конечно. Потому что она не может контролировать всякие там региональные частные армии, какие-то бандитские группировки, которые что-то там решают, какие-то вопросы и так далее. Ну и кроме того, конечно, власть ведет себя самым непристойным образом, делегируя право на насилие другим, негосударственным, соответственно, не подчиняющимся каким-то даже хотя бы таким формально существующим правилам объединениям. Это очень давно, если вы помните, на защиту Химгинского леса, там разгоняли некие, значит, молодые люди с голым торсом спортивного телосложения. То есть это бандиты, да, бандиты, которых наняла одна из сторон с разрешения, с попустительства государства. Это очень давний процесс, который, конечно... Давайте все-таки разделим попустительство или разрешение. То есть все-таки принципиально разные вещи. Я думаю, что есть и то, и то. Я думаю, что есть и то, и то. Ну, например, Кущевка – это было попустительство, потому что цапки не были государственной структурой или протогосударственной структурой, или парагосударственной структурой. Цапки были бандитами просто, но бандитами, о существовании которых прекрасно знало государство, государство с ними не боролось. Государство согласилось на то, что эта территория контролируется этим бандформированием. А при разгоне химиканского леса это было делегирование. Государство либо наняло, либо как-то еще, не знаю, за попустительство. В качестве платы могло быть попустительство в каких-то других преступлениях. Они выполняли задания государства, сами государством не являясь. Это очень давний процесс, который говорит о том, что государство разрушается, и оно в значительной степени исчезло. Власть сегодняшняя наша вообще никаких законов не признает, ни описанных, ни описанных. Их менталитет, менталитет этой власти, как я его понимаю, может я ошибаюсь, естественно, это менталитет захватчика, пахана, оккупанта. Им можно все. Они ставят при собой какие-то задачи, они их решают. Законодательные ограничения значения не имеют, или имеет значение только то, что нужно периодически выпустить какого-то очередного спикера, который объяснит, что так нет, это вот как раз и есть. Следите за руками, это как раз и есть по закону. Уместно ли, на ваш взгляд, делить как бы две эпохи, вот до убийства Немцова и после убийства Немцова? Сейчас есть такая дискуссия. Ну, то есть, если взять, скажем, в качестве примеров такого насилия, это отравление Юрия Щекочехина, Анны Политковской, Литвиненко и так далее, затем убийство Немцова и уже после убийства Немцова последующие все процессы, связанные в том числе и с насилием власти. Сейчас я затрудняюсь, вспоминая вот эти трагедии, эти преступления, и то, и то одновременно, естественно, я затрудняюсь сказать, какое из них было действительно переломной точкой, особенно в их менталитете, когда они решили, что им можно все. Мне кажется, они с этим шли к власти даже. Вот знаете, в свое время я не голосовал за Владимира Владимировича Путина в 2000 году, не зная про него ничего плохого, а наоборот, зная хорошее, что он, допустим, был уверен своему патрону, Антону Александровичу Собчаку и так далее. Я не голосовал по двум причинам. Во-первых, у меня и у моей жены рука не подымалась голосовать за офицера Комитета Государственной Безопасности, ну, знаете, что-то такое, ступор такой, вот, ну, не могу и все. А во-вторых, я вообще в принципе считаю, что оперативные работники спецслужб, не политические назначенцы, а, собственно, профессионалы спецслужб, да, не должны управлять гражданским обществом, потому что менталитет спецслужб, ну, совершенно особый. Не только Комитет Государственной Безопасности или там кого угодно, в ЦРУ ровно то же самое. Менталитет спецслужб – это вот что. Значит, во-первых, это мы над законом, не все операции спецслужб могут быть по закону, да. Я вот не знаю, по какому закону убили Бен Ладена. Очень хорошо, что убили, с моей точки зрения, или там еще какого-то там недавно уже при Трампе они достали. Вот. И хорошо, туда ему и дорога, с моей точки зрения, да. Но я не знаю, есть вообще закон какой-то, по которому они это сделали, или они вот просто так вот сделали в силу некой необходимости. И они очень многое так делают. Наверное, они вынуждены так делать. Наверное, иначе не получается. Я не знаю, не мое дело, да. Но, во-первых, они стоят над законом. Во-вторых, они живут во лжи, если хотите. Опять же, это ложь, их профессиональная необходимость. Ну, там, я не знаю, агент работает. Он же не может рассказывать, кто он, да. Он играет некую роль. И для государства, для любого, для их, для нашего, для кого угодно, это вообще нужная работа на самом деле. Но мне кажется, что эта работа приводит к таким искажениям мироощущения, что потом уже вот стать гражданским руководителем невозможно. Потому что гражданский руководитель должен чтить закон, должен говорить правду и так далее. Вот это та профессия, которая накладывает слишком большой отпечаток на человека. У них есть некое представление о целях. Я думаю, что эти цели не так примитивны, как часто нам кажется. Нам многим кажется, что это просто украсть там, украсть и потом сбежать с награбленным. Я думаю, что там есть и другие представления, особенно у первых лиц, особенно у первого лица. Но при достижении цели, что личных, что государственных, я думаю, что они с самого начала не чувствовали себя ничем связанными. Никакими законами, никакими нормами морали, которые существуют для других людей. Они над людьми стоят. Смотрите, во времена Болотной площади довольно активно велась дискуссия о так называемом общественном договоре между властью и обществом. На каком этапе, на ваш взгляд, произошел этот слом, когда общественный договор перестал существовать вообще? И не являлся сам тезис об общественном договоре таким мифотворчеством? Нет, мне кажется, он действительно существовал. Существовало некое понимание даже у людей, которые не были в восторге от них и понимали, что они, например, воруют. Ну, было некое понимание. Ну, хорошо, они воруют, но они нам жить дают. Ну, что, в конце концов. Так очень многие относились, например, к Михайловичу Лужкову. Ну, конечно, воруют. Ну, что, смотри, зато он пенсии платит, зато он еще что-то делает, зато он на каком-нибудь празднике театральном пляшет, у него чувство юмора есть и так далее. Мне кажется, что слом пошел тогда, когда закончились тучные времена. Когда они ведь не просто говорили, вы живите как хотите, мы вас не трогаем. Они говорят, а мы вам за это будем давать. Вот это, это, это. Ты сможешь, ну, если ты там условный средний класс, да, ты сможешь там периодически покупать новую машину, ты сможешь там ездить в Турцию, на Кипр, там, я не знаю, куда-то, там, ну и так далее. Да, вот есть, был некий набор, он тоже не был здесь навербализован, не было такого списка, да, но было некое ощущение. Вот надо, чтобы было так. А потом, когда оказалось так, ребята, воровать вы продолжаете, а машину я уже купить не могу, тогда, а может, вы будете меньше воровать, вот, тогда и мне хватит. Всегда возникает вопрос, а почему нужно прибегать к подобным изощренным методам избавления от несогласных? Опять же, история с Навальным. Смотрите, какая дискуссия разворачивается. Зачем, собственно говоря, было устраивать такую сложную схему по отравлению человека, когда он, собственно, человек публичный, он никогда ни от кого не скрывался, он спокойно по утрам совершает пробежки по парку, да. То есть он, как мишень, он, в общем, довольно удобен, и вовсе не обязательно вскрывать какие-то кубышки с новичками и тому подобное, когда человека можно устранить вот просто по щелчку пальца, что называется. Я вижу несколько причин. Я вижу несколько причин. Во-первых, можно отбиваться и говорить, что это не мы. Они и сейчас это говорят. Смотрите, уже пошла эта ахинея, что когда Александр Анатольевича вывозили отсюда, в его организме яда не было, значит, яд добавили в самолете или уже в Шарите. Ну и вот вопрос, кто? Украинцы, американцы, немцы? Но это даже не сейчас, извините, что я вас перебиваю. С самого начала. Да, вот эта тема возникла сразу после того, как Навального погрузили в самолет и экспортировали в Германию. У меня есть предложение добавить в качестве возможных виновных белорусскую оппозицию. Все-таки пора к ним отнестись серьезно, понимаете? Они просто там, они с цветочками ходят. Ну, все-таки они же враги наши, понятно. Ну вот, значит, во-первых, можно говорить, что это не мы. Если пуля, вот как Немцова, у стен Кремля, то это произошло здесь. Значит, надо найти убийцу там, может быть, опять же, того же украинского агента, который, так сказать, это сделал там и так далее, но все-таки надо того-то найти. И пока не нашел, вроде-то что-то не доделал работу. А я там такой, какой-то, что-то, знаете, был, не был, где, откуда, чай, ручка в самолете, пойди, а может, его вообще не было, а может, он просто самогону перепил и закусывал не тем. Значит, тоже замечательная ведь есть версия. Я думаю, не исключено, что это проблема исполнителей. Все-таки времена немножко не средневековые, да? И когда, значит, большой боярин говорит, пойди зарежь его, то, а мужик думает, ну да, а потом ты меня сдашь. Или грохнешь, чтобы я там не рассказал, да? Ну, так обычно с киллерами и поступают, да. А вот если это яд, да, если это яд, то пойди его найди. Вот найти исполнителя очень сложно. Знаете, ну, надо будет быть такими дебилами, как эти вот самые Петров-Башаров, да, чтобы вот их... Башаров. Да, ну, просто Башаров, ну, в общем, просто совершенно два дебила, это сила вот таких найти. А так, ну, пойди, найди, кто это был. Это было когда-то. Это само действие никак, ну, сам акт отравления никак нигде не фиксируется, он не виден. Тем более сейчас видеокамер понатыкано везде, понимаете? Ну, подойдет этот бандит стрелять в Навального, да, и попадет в какую-то видеокамеру, а его кто-то на телефон сфотографирует, или там еще что-то такое произойдет. Да еще и, кстати говоря, промахнется сдуру. Ну, понимаете, все-таки яды, использование ядов повышает ставки, согласитесь, ну, потому что всегда, ну, велик риск заразиться, например, самому, да, отравиться самому, отравить окружающих, как это случилось в случае со скрипалями. Ну, на окружающих-то начихаются, а… Начихать вы думаете? Я думаю, что абсолютно этим людям, господи боже мой. Ну, это расходный материал, понимаете, ну, там люди проходят мимо. А как в эту историю вписать тогда инцидент с Егором Жуковым? Ну, инцидент, я, конечно, мягко выражаюсь. О, вот смотрите. А вот это вообще, на самом деле, ужасно интересная штука. Потому что возникает вопрос, значит, возникает вопросов два. Первое. Чего они так озверели? Вот что точно мы можем сказать? Я не знаю, когда там была переломная точка, да? Может, ее не было. А что мы точно можем сказать? Что масштаб насилия в единицу времени растет. Видно же, что растет, понимаете? Прямо буквально там Егор Жуков и Навальный отделены нескими днями, да? А между этим еще происходит черти сколько всего. Обыски какие-то дурацкие, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Тут все так пошло, прямо вот так вот раскручивается, да? Помните, был анекдот, как поймали, значит, нашего соотечественника дикари, собираются его съесть. Он говорит, сейчас, мужики, одну минуточку. У вас революция была? Они говорят, нет. А индустриализация была? Нет. А коллективизация была? Нет. Что ж так озверели, что людей едите? Вот. Так вот, что вы так озверели, что людей-то стали есть? А второй вопрос. А что вы так по-тупому озверели? Знаете? Ну что? Значит, хорошо. Вот они отравили Навального. Вот ему повезло, что он не погиб. Ну вот спасибо этому летчику, спасибо парню в скорой помощи, который вколол что надо сразу там и так далее, да? Ну вот сейчас, если Навальный, во-первых, если его откачают и вернут ему здоровье, пусть даже не полностью, он, конечно, вернутся сюда. Хоть в инвалидном кресле, но он будет здесь. Егор Жуков. Ну, избили его. Ну, сделал ему сотрясение мозга и так далее. Что, этот парень отступит? Да вы чего? Ну же все. Он же встал на рельсы, его остановить только пулей теперь, да? Юля Галямина, которую там судят по какому-то идиотизму, она что ли отступит? Да вообще, кто отступит из них? Это, понимаете, это ведь тот выбор, который люди делают. Ну да, они скорее даже укрепляются в своей недоимности. Конечно, конечно. Более того, более того, если бы ему удалось убить Навального, ну и чего? Они бы, что, вот эта вся его им созданная структура, они бы, что, затихли? Да нет. Вот Навального все время обвиняют в том, что он такой там фюрер и так далее, да? Он создал структуру, которая в нем не нуждается. Вот это и есть, на самом деле, самый сильный менеджмент. Расследование проводить? Да уже машина работает, она это расследование штампует, понимаете? Выборы им срывать. Ну что, идея умного голосования есть, есть, штабы есть, есть. Ну так Навальный будет на знамени, они будут делать то же самое. То есть полный идиотизм, да? Так вот, почему они озверели и почему они столь неэффективные вещи делают? Я вижу одно объяснение. Знаете, вот есть такое выражение, что артиллерия, или там Пушкин, по-моему, как говорится, последний довод королей, да? Но ведь оно предполагает, знаете что? Что был предпоследний, который не сработал. И предпредпоследний. То есть, значит, идея какая? Что король, если он не садист и сумасшедший, а они не садисты и не сумасшедшие, между прочим, наши начальники, то он пытается без пушек решить. Он без пушек пытается решить. Он как-то вот, ну там, пытается уговорить, запугать, там еще что-то, но не стрелять. А уж когда у него ничего, он не получается. Ну тогда все, тогда огонь, да? И вот они делают то же самое. Они тоже пытались, и у них получалось, решать без насилия или с меньшим уровнем насилия. А в последнее время у них ни черта не получается. Пример Пригожина, который выкупил долги Навального, который практически пытается разорить фонд. Да, вы знаете, что 34 миллиона, не ты, со счетов Любови Соболь и так далее. Разве вот это не пример того, что можно решать проблемы с оппозиционным лидером, с Ярким и таким образом, не прибегая к радикальным мерам? Ну, понимаете, ну, всегда нужно что-то делать. Во время войны ведутся переговоры о мире одновременно, да, там, сепаратная капитуляция, сдача там и так далее. Посылают какие-то сигналы, идут, стреляют там, тяжелая артиллерия, значит, гремит, да, а одновременно где-нибудь в нейтральной стороне встречаются люди и говорят, слушай, ну, че мы дурью маемся, давай вот отдай нам вот эту территорию, нам больше не надо. Я говорю, что у них в целом не получается. Мы с вами разговариваем 3 сентября, вот в этот самый момент на кладбище в городе Ангелов сейчас стоят люди, тысячи людей, которые пришли на могилы своих детей, родственников погибших во время штурма школы на Беслане. И на этот же день, если вы помните, еще зимой Путин назначил некий парад, то ли победы, то ли в честь окончания Второй мировой войны. Что-то об этом параде вообще ничего не слышно в последнее время. Куда он делся? Возможно, они перенесли просто, чтобы быть не вместе с миром, а возможно, чтобы закрыть Беслан. Вот может быть, я не исключаю того, что они, решив сделать, ну, один из аргументов, который там Путину был, значит, в докладной записке, что вот зато мы сможем, значит, закрыть вот эту неудобную для нас дату, закрыть праздником победы во Второй мировой войне. То есть, вот заслонить вот этим парадом трагедию Беслана... Они пытались. У них была такая идея. Бесклонных тоже, в общем... Ну, я бы этого не исключал. Но вообще, конечно, они делают все для того, чтобы страна не вспоминала про Беслан. И страна почти не вспоминает про Беслан. К сожалению, да, к позору нашему. Но это так. Знаете, и понятно, почему. Почему они пытаются это закрыть? То есть, вина-то за гибель 333, по-моему, человек, да? Четырех, да, 186 детей, да. 186 детей, да. На ком? На вот этих уродах, которые их захватили? Да, конечно. Конечно, это... Ну, кто ж спорит-то? Ну, именно так это и подается. Нет, правильно. Нет, эти уроды горят им в аду. Это понятно, да? Это понятно. Но на властях же она лежит тоже. Штурм-то кто устроил, да? Мало того, что штурм устроили. Врали с самого начала. А ведь это что означает? Знаете, что означает это вранье? Это не просто, чтобы паники не было в стране. Нет. Когда они объявили, что там то ли 200, то ли 300 человек, для захватчиков, вот для этих... Маргарита Симонян объявила цифру 334 заложника, да. Она прекрасная женщина. Тогда как в спортзале и вообще в школе было около полутора тысяч человек, да. Причем сколько там легко было понять, потому что, ну, слушайте, ну, любой там, я не знаю, бесланский, там, я не знаю, ну, начальник там, человек, который там в мэрии работал или как-то у них называется. Да не я был в Беслане, это маленький городок, там все знают друг друга на лицо. Нет, и сколько народу учится в этой школе, все знают, понимаете? И поэтому, ну да, может быть, там 40 человек успели убежать. Все остальные-то, вот они у этих бандитов в руках, понятно же, да? Это же был сигнал для этих бандитов, что не будет, ребята, с вами переговоров, а будет штурм. С самого начала они дали этот сигнал им, они это поняли, да? Вот, ну и, конечно, штурм, который они начали. А потом еще одна вещь. А что они Масхадова не пустили? Аслан Масхадов на тот момент легитимный президент Ичкерии. Я не знаю, удалось ли бы ему с этими уродами договориться или нет? Они, может, совсем отмороженные там, знаете, и они бы его, может... Может быть, послали, да? Может быть, а может и нет. Он мог договориться, вот был шанс. Понимаете, был шанс. Может, не стопроцентный был бы успех. А может, он бы кого-то вывел, да, оттуда. А может, еще бы чего-нибудь получилось. Ну, шанс был. Они не дали реализоваться этому шансу. Ну, потому что Масхадов и сам уже висел на крючке, как вы знали. Понятно. Но они не дали. Они не дали. А ложь потом, вот все это скрывать, нагромождение одной лжи на другой. Понимаете, аресты матерей Беслана. Потом это фейковая организация, вторая, значит, матерей Беслана, чтобы врать, значит, ну и так далее. Я все думаю, вот если, знаете, а вдруг Бог все-таки есть, что Путин ему скажет, когда предстанет перед ним? Вот по этой конкретной истории. Я думаю, он пролетит мимо на каком-нибудь суперджете. Вопрос куда? Господь не даст. Я думаю. Если он есть, конечно, я не знаю. Чем закончится история с Навальным и научит ли это чему-то российские власти? Эта история с Навальным. Вот этот, собственно говоря, провал операции Навальный. Я не верю, что они будут действовать более изощренно, потому что они не могут. Они не умеют. Я думаю, что они будут продолжать силовые воздействия, потому что ничего другого они не поймут. Возможно, они будут стараться делать более осторожно. Или более жестоко, или действительно застрелить прямо на месте и не заморачиваться глупостями с новичком. А прямо из автомата весь рожок разрезить, и тогда уже все нормально. А дальше решать, что делать с киллером. Никто не сказал того, что должны были бы сказать в нормальной стране. Вы что, ребята, сдурили? Вам просто ненависть, глаза застилают? Вы что думаете, президент великой страны может действовать как мафиози второразрядного боевика? Не мы такого не сказали. Условные мы, да? Не условные они такого не сказали. То есть, никто не удивляется тому, что высшие руководители великой страны могут отдавать приказы об убийстве своих политических оппонентов внутри страны, своих сограждан. Вот этому не удивился никто. И Ангела Меркель, и все остальные, тоже не удивились. Спасибо, Леонид Ильич. Вам спасибо. В общем, не очень оптимистический у нас с вами разговор получился, но что имеем, как говорить. Извиняйтесь.